Среди полноразмерных внедорожников модели Chevrolet Tahoe и Suburban уже много лет носят гордый статус самых продаваемых на рынке США. Их суммарный тираж больше 160 тысяч машин ежегодно. Так что смена поколений – грандиозное событие для американцев. Главное – техническое нововведение, независимая задняя подвеска. Хотя прежде машины всегда комплектовались неразрезным мостом. В базовом варианте ходовая будет пружинной. Притом вместо обычных можно заказать регулируемые амортизаторы. Кроме того, семейству впервые предложат пневматическую подвеску. Еще одна революция – возвращение дизеля, без которого внедорожники обходились почти 20 лет. Основными, конечно, остались большие бензиновые восьмерки. Но им достались непосредственный впрыск топлива, фазовращатели и система отключения части цилиндров. У всех версий 10-ступенчатый автомат. Привод может быть задним или полным. Притом последний – с понижающей передачей, чтобы уверенно буксировать тяжелый прицеп. С коробкой автоматом связана очередная интерьерная революция. Вместо традиционной кочерги справа от руля притаился кнопочный блок управления трансмиссией. На этом список перемен не заканчивается. Новый Тахо неожиданно оказался просто огромным. При этом старший, Сабурбан, вырос чисто символически, хотя колесная база стала длиннее сразу на 10 сантиметров. Чтобы все это организовать, инженеры сотворили полностью новую раму, которая позволила понизить уровень пола. В общем, боссы Chevrolet сделали все, чтобы фанаты этих моделей загадали такой подарок Санта-Клаусу на Рождество. Хотя до рыночной премьеры машин придется подождать примерно полгода.